В этом видео я вам расскажу, на что стоит обратить внимание при инженерном ремонте. На этапе инженерного ремонта проверяйте этот стык при помощи... Поэтому обязательно меняемся. Четвертый важный момент по инженерному ремонту. Хочу еще раз отметить, что после того, как мы смонтировали электрику, еще один важный момент. Необходимо знать толщины чистовых покрытий для того, чтобы... Вот сейчас вам расскажу про водомерный узел, который мы собрали в этой квартире. В зависимости от этого будет разное количество слоев шпаклевки. Вот на эти 7 пунктов стоит обратить внимание в процессе инженерного ремонта. Данный инженерный ремонт обошелся нашему заказчику. Всем привет! Сегодня у нас однокомнатная квартира площадью 42 квадратных метра в жилом комплексе Зиларт. В этом видео я вам расскажу, на что стоит обратить внимание при инженерном ремонте, для того, чтобы у вас получился идеальный ремонт. Первое. Это материал для возведения перегородок. Мы используем газобетонный блок толщиной 10 сантиметров, но частенько к нам приходят проекты, где заложен блок пятерка, либо 75-й блок. Этой толщины недостаточно для того, чтобы сформировать полноценную несущую стену. И вот как, к примеру, на этой квартире высота от плиты перекрытия до верхней плиты перекрытия больше 3 метров. Блоком пятеркой, либо 75-м блоком на такую высоту нельзя возвести стену. Можно, но она будет жидкая. Поэтому здесь используется газобетонный блок толщиной 10 сантиметров. Блоком пятеркой, либо 75-м можно выкладывать вот такие вот технические моменты в санузлах и делать перегородку, которая отделяет санузел от инженерных коммуникаций. Второй момент. Это штукатурка. На всех наших объектах мы ее выполняем механизируемым способом. Это быстрее, и смесь замешивает машина, а не человек. То есть она получается однородная. А это очень важно. Понятно, что мы штукатурим по маякам. Стены должны быть в уровне, максимально ровные, идеальные. Но особое внимание нужно уделять зонам примыкания плентусов, потому что отклонение даже в миллиметр будет сразу видно, и это будет бросаться в глаза. То есть, к примеру, если у вас на этой стене будет перепад в один миллиметр, вы этого не увидите. Но в зоне плентусов, в зоне вашей видимости, это сразу будет бросаться в глаза. И об этой ошибке вы узнаете только тогда, когда будете уже монтировать плентус. А это уже будет поздно, потому что практически ремонт будет весь готов. Поэтому на этапе инженерного ремонта проверяйте этот стык при помощи правила. Третье. Это замена системы отопления от застройщика. Застройщик нам оставил трубы сомнительного качества, огромное количество соединений, которые должны прятаться в стяжке. Поэтому обязательно меняем систему отопления, ставим коллекторный шкаф. А в этой квартире у нас коллекторный шкаф, я вам сейчас покажу, расположен в гардеробной. Вот, пожалуйста, у нас два потребителя. Один на кухню, другой в комнату. Здесь у нас водные экраны. Мы можем полностью заменить систему отопления. И воздухоотводчики для того, чтобы стравить воздух из системы отопления. Сама коллекторная сборка – это производитель Stout Italia. Четвертый важный момент по инженерному ремонту – это черновая электрика. Очень важно использовать правильный материал, а также сделать правильный монтаж. Черновая электрика служит в квартире минимум 10-15 лет. На нашем канале очень много роликов, в котором мы показываем и рассказываем, как мы делаем черновую электрику и какой материал используем. Сейчас вам хочу еще раз отметить, что после того, как мы смонтировали электрику, покупаем самые дешевые розетки и выключатели и вешаем на каждый потребитель. Вот, посмотрите, как это выглядит. И при помощи них проверяем, как все мы смонтировали. Там, где у нас кобеля идут шлейфом, соединяем их при помощи вак. И так проверяем каждую линию. И щиток у нас в квартире тоже сделан гардеробный. Сейчас я вам его покажу. Вот, пожалуйста, такой красивый аккуратный щит мы собрали. Флоботочный щит у нас идет наверху. Пятый пункт – это стяжка. Естественно, она должна быть максимально ровной, максимально идеальной, для того, чтобы сократить расход наливного пола. И еще один важный момент. Если у вас внутрипольные конвектора, не делайте стяжку вплотную. Оставьте зазор 5-10 см. После того, как вы зальете стяжку, получите данные о чистовом поле, вы уже сможете выставить конвектор в уровне относительно залитого пола. И уже после того, как вы его смонтировали по финишным отметкам, берете и заливаете по периметру. Вот как это сделано здесь. Вы можете видеть, что здесь у нас один пол, а здесь уже подливали совсем недавно. И также не забываем, что слева и справа должны быть одинаковые расстояния. Это очень важно. Также не забываем про места у стены. Здесь максимально должна быть ровная стяжка, потому что когда у вас плинтус ставится на чистовое покрытие, здесь никаких перепадов не должно быть. То же самое и когда у вас плинтус ставится на чистовое покрытие, здесь тоже никаких зазоров между плинтусом и полом не должно быть. На эти места стоит обращать внимание на этапе инженерного ремонта. Уже на этапе устройства стяжки необходимо знать толщины чистовых покрытий для того, чтобы сделать перепады у стяжки, чтобы потом не выгонять эти перепады при помощи наливного пола. Это дорого. Лучше сразу подготовиться, выбрать чистовой материал для того, чтобы залить стяжку в правильных уровнях. Шестой пункт. Но тем не менее, он один из самых важных. Наряду с черновой электрикой эти вещи делаются на 10-15 лет. Обои вы можете переклеить, ламинат переложить, плинтус поменять вместе с дверьми. Но вот эти вещи, они делаются на продолжительный срок, потому что они дорогостоящие. Вот сейчас вам расскажу про водомерный узел, который мы собрали в этой квартире. Здесь у нас водные экраны, система защиты от протечек, редуктора давления, проточный водонагреватель, гребенки на холодную и горячую воду, компенсатор гидроудара, он защищает систему от скачков давления. Каждый потребитель у нас подписан, и в случае необходимости его можно перекрыть. Также не забываем ставить обратный клапан на гигиенический душ, чтобы не было подмеса. Также смонтирована система инсталляции от производителя ТСФ. Канализационный стояк не забываем упаковывать в шумоизоляцию, потому что когда будет по нему течь водичка, это очень слышно, а стоимость этого материала невелика, поэтому обязательно сделайте, чтобы ваше пребывание в квартире было комфортное. Пару слов про материал. Коллектор у нас должен быть от производителя фар, размером дюйм на три четверти, а труба обязательно от производителя Рехау. Седьмой пункт – это шпаклевка. Необходимо поделиться, у вас будут стены под покраску, либо обои под покраску. В зависимости от этого будет разное количество слоев шпаклевки. В данном случае у нас стены выведены под обои, под покраску, поэтому здесь два слоя шпаклевки и малярная сетка, ячейкой 2х2. Если бы здесь были стены под покраску, то бы еще добавился слой стеклохолста и два слоя финишной шпаклевки. Вот на эти семь пунктов стоит обратить внимание в процессе инженерного ремонта. И не забывайте, что инженерный ремонт – это база, основа вашего идеального ремонта. Вот как вы сделаете инженерный ремонт, такой результат у вас будет в конце. Данный инженерный ремонт обошелся нашему заказчику в 940 тысяч рублей. Это стоимость работы материалов. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, либо по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok